7 июня Министерство связи ДНР презентовал электронную подпись. Электронно-цифровая подпись – это реквизит электронного документа, предназначенный для его защиты от подделки и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи. О том, как на сегодняшний день используется электронная цифровая подпись ДНР, рассказал министр связи ДНР Виктор Яценко. Продукт есть, мы его активно используем в наших подведовственных предприятиях, таких предприятиях, как Почта Донбасса, таких предприятиях, как Астали, предприятия Углетелеком, Комтел и непосредственно Министерство связи. В Министерстве связи в электронном документообороте уже более 55 тысяч документов ведется и последние, наверное, 4 месяца мы постарались исключить максимально живую подпись и заменить ее электронной цифровой подписью. Это огромное удобство, это действительно соответствует развитию, можно сказать, цивилизации в нашем времени. Мы акцентируем внимание, что только такой подход, он актуален для развития ДНР, он позволит сократить огромные издержки, он позволит вывести на новый уровень управления ДНР. И это тот самый фундамент, который позволит нам строить электронный документооборот, систему межвидомства электронного взаимодействия, электронное правительство, вывести физикализацию в онлайн и так далее, и так далее. То есть полноценная цифровизация в ДНР возможна и начинаем мы ее здесь и сейчас. По словам министра, оформить электронную подпись можно во всех единых центрах связи Республики. Стоимость услуги выдачи подписи физическому лицу будет составлять 300 рублей, а для юридического лица эта услуга обойдется в 600 рублей. Электронная цифровая подпись дается на год. Физическим лицам ЭЦП обеспечивают удаленное взаимодействие с государственными и прочими информационными системами через интернет. Юридическим лицам такая подпись позволяет организовать электронный документооборот и оптимизировать сдачу отчетности в контролирующие органы власти. Субтитры создавал DimaTorzok